В благодарность за мирное небо круиз по Волге. В честь 70-летия Великой Победы военные песни. Более 200 самарских ветеранов вернулись из путешествия по главной водной артерии России. За последний месяц это уже второе путешествие почетных туристов по российским городам. В мае ветераны ходили до Волгограда. У нас кроме участников инвалидов Великой Отечественной войны еще присутствуют ветераны-тружинки тыла, вдовы, то есть все остальные категории, которые мы не забрали прошлым рейсом. На прошлом рейсе даже была ситуация, когда выяснилось, что очень много ветеранов никогда не ходили на теплоход. Ада Матвеевна Коптева войну встретила ребенком. Ее детство украли голод и холод блокадного Ленинграда. Пережив ужас фашистского окружения, сегодня активно занимается патриотическим воспитанием. Говорит, дети с ее лекцией никогда не уходят равнодушными. Планета наша большая, это наша родина, а есть еще самая маленькая родина. Это вот наша Самара, допустим, наша семья, наша мама. Если у каждого своя мама, вот точно так же у каждого своя родина. Это единственная наша родина, которую мы любим, которой мы гордимся. В плавание почетные туристы отправились накануне рокового часа, который более 70 лет назад навсегда оставил кровавый след в сердцах ветеранов. Первый день войны, 22 июня. Мы помним, что главные победители в Великой Отечественной войне, те, которые шли в атаку с начала войны, они отдали свою жизнь за нашу родину. На пути следования самарских ветеранов шесть волжских городов. Первая остановка в Чистополе, городе, который во время войны стал центром культурной жизни страны. Здесь жили в эвакуации Марина Цветаева, Анна Ахматова, Александр Фадеев. Нобелевский лауреат Борис Пастернак снимал в Чистополе комнату. В доме, где он жил, граммофон, книги и письменный стол. О судьбе некогда опального поэта ветераны слушали с интересом. Отец Леонитосикович Пастернак был известным художником, академиком в жилописи. Знаковое место для самарских ветеранов – мемориальный комплекс с вечным огнем. Здесь туристы возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Далее ветераны отправились на экскурсию в Елабугу. Здесь посетили Елабужское городище. Свою историю город ведет именно отсюда. В X веке на этом месте возвели неприступную крепость, из которой в дальнейшем выросла современная Елабуга. С городом связаны и судьбы великих людей. Здесь прожила последние дни Марина Цветаева. Самарские ветераны посетили музей-квартиру поэтессы. Небольшая кровать и тумбочка – все, как в августе 41-го, когда Цветаевой не стало. От культурных подвигов к подвигам военным. Судьба кавалерист-девицы, первой женщины-офицеры Надежды Дуровой. Наряду с мужчинами она участвовала в боях и ела из солдатского котла. Она получила контузию осколком ядра в ногу. Ранение было не из легких, надо было идти в лазарет. Следующий пункт – города Чайковский и Воткинск. Здесь самарские ветераны посетили музей-усадьбу великого русского композитора. Специально для почетных гостей – музыкальный концерт. Под звуки скрипки почетный гражданин Самарской области хормейстер Владимир Ощепков рисует в голове волжские пейзажи. Говорит, круиз – повод не только посмотреть страну, лишний раз возгордиться ею. Сколько здесь доброго, сколько хорошего, сколько душевного. Вы посмотрите, какая изумительная природа, какие меняются ландшафты, какая-то теплота во всем. И вот ты плывешь и думаешь, Господи, ты живешь в какой удивительно красивой стране, как наша Россия. Когда прозвучал последний аккорд и путешествие по чарующим лабиринтам звуков закончилось, ветераны не могли сдержать эмоций. Город очень понравился. Музей вообще бесподобный. А последняя музыка – это вообще нас сразило. Пруд шикарный, люди хорошие. Кульминацией путешествия стало посещение Перми, где работники Самарской администрации и общественных организаций встретились с представителями местной городской власти. Прошли через очень серьезный обмен мнениями, обсудили подходы, обсудили политику, обсудили работу с ветеранскими организациями на территории наших городов. И очень многому будет возможность у друга поучиться обменяться на благо жителей наших городов. Взяв курс на Самару, почетные туристы отправились в обратный путь. Поэтические вечера, конкурсы художественной самодеятельности и даже песни на палубе под баян. Вечером – ожесточенный вокальный поединок. Круизная битва хоров. Я другой такой страны не знаю, где такой надышен человек. На обратном пути самарские ветераны посетили Нижнекамск. Сначала мемориальный комплекс, затем набрали воды из святого источника. Последним пунктом почетных туристов стала родина вождя мирового пролетариата – Ульяновск. Здесь ветераны посетили симбирскую классическую гимназию. Воссозданные на манер 19 века парты, технические приборы, чернила – туристы смогли почувствовать себя студентами царских времен. Когда садились, крышку парты открывали, так что вы можете ее открыть и туда в полость вводить. Огромный интерес ветеранов вызвал и музей пожарной охраны Симбирско-Ульяновска. Что носили и на чем ездили огнеборцы десятки лет назад, экспонаты можно не только рассматривать, потрогать. Накануне прибытия в родную Самару на корабле – творческий вечер и капитанский ужин. Ветераны поездкой остались довольны. Мы плывем, природа, вот Волга такая огромная, теперь Кама, не отличишь даже это, такая же, в общем, отношения отличные, забота. Мы увидели новые города, в которых мы вообще и не были, даже вот в Перми они разу не были, и во многих. Познакомьтесь, смотрели достопримечательности города. Замечательно, просто потрясающе. Я такого восторга не испытывала больше 50 лет. После недели плавания теплоход Федор Достоевский на берегу встречали родственники и близкие ветеранов. Сами туристы отметили – посетить города необъятной России – лучшая благодарность от потомков.